Деревня Макашева То, что этот дом особенный, выдает только табличка. Да еще сегодня множество машин рядом. Обычная деревенская изба. На самом деле это мемориал воинской славы. Здесь родился герой Советского Союза Алексей Карташов. Дом жилой. В зимней избе живет бабушка, родственница героя. Вот даже если совсем чуть-чуть знаете, расскажите, пожалуйста. Что я знаю? По словам бабушки, в школу уходил, учился. Учился хорошо. С друзьям подержится, так придет с оторванным рукавом домой. Вся семья, двое взрослых и четверо детей жили в этой маленькой комнате. Жили как все. Обычная семья, обычные люди. В 18 лет Алексей Карташов ушел на фронт. Тоже, как все. Во время Великой Отечественной войны. Наверное, иконка-то была при нем, да? При Алексее. Да, это уже старая икона. Бишь, заметно. Но мама-то его, скорее всего, на эти образа-то и молилась, когда его ждала. Все письма бабушка пока была жива, так она, конечно, все и хранила. В сундуке все лежали, треугольники, это раньше письма-то были. Потом то из одной школы приедут, то из другой. Все спрашивают. Так все разданы, куда. Сегодня в дом тоже пришли из школы, точнее приехали из города. Гости за стеной в летней избе. Алексей Карташов был на войне связистом, рассказывают здесь. Героем он стал в сражении на Днепре. Солнце поднялось над лесом еле-еле, Как снова взрывы загремели. Уж третий день колокочет бой за оглушенную рекой. Идет тяжелый, страшный бой за обладение рекой. Летит расплавленная грязь, И снова часто рвется связь. Алеша снова в ад гремящий, Ползет в домпровода к реке. Алексей Карташов раненый, Зубами соединил порванные провода. Говорят, когда он пришел в себя в госпитале, Через два дня спросил, есть ли связь, и умер. Не обязательно сделать какие-то большие, Такие величественные сооружения. Я считаю, что вот эти вот дома, Такие, где они жили, Это намного лучше, чем... Пафосные какие-то, да? Да. То есть, что они обычные, Ну, обычные, простые люди, Ничем не отличающие от нас, Просто у них хватило смелости на что-то большее. Школа в селе по соседству, в Никольском. Привет. А можно вам вопрос задать, товарищи? Слушай, скажи, пожалуйста, у вас школа чье имя носит? Алексея Александровича Карташова. А это кто такой? Это связист, который был на Великой Отечественной войне. Сегодня в школе отмечают 70-летие подвига Карташова. Сама школа не по-городскому уютная, теплая. Скажите, где еще школьный вахтер, увидев гостя, побежит включать в коридорах свет? Гостеприимство. Детишек много у вас учится? Сто, сто-два человек. Немало. А это местный сорвиголова, Никита. Я не старею больно занимаюсь. А чего? Почему? Неинтересно? Почему интересно? Неохота. Неохота? Слушай, Алла, представь, вот тебе уже, ну, предположим, лет 20, да? Ты взрослый уже мужчина, ну, такой парень взрослый. И вот ты на войне, кругом так страшно. И вот в тебя выстрелили, ты умираешь и совершаешь подвиг. То есть, вот, например, как этот человек, да, соединяешь провода, умирая. Что, могу себе? А, он же, этот, провода оборвали, он нес что-то там, линию через фронт. Ты бы мог так? Я не знаю, может, мог. Ты вообще боевой парень? Я, да. Ну, конечно, наши дети отличаются от городских. Да? Да. Ну, более такие, вот, они, кажется, и вникают во все, и, ну, и интересные. Раньше имя Алексея Карташова носил небольшой буксир. Судно продали в Москву, и что с ним, неизвестно. Может быть, именем Карташова назовут улицу в ближайшем городе, Череповце. А еще в мемориал избу частенько приходят гости. Выпить горячего чаю и поговорить о войне. Редактор субтитров А.Семкин